Ну, мы с другом играли на даче, я напоролся на стекло. Я каталась на скейте без защиты и подвернула ногу, сломав ее. Мама говорила мне одеть защиту, но я не послушалась. Настя и Влад лежат в соседних палатах. Бегать с друзьями по улице и кататься на скейте в ближайшие две недели им точно не суждено. Стать пациентами детской больницы на летних каникулах – участь весьма незавидная. Подвижный спортивный образ жизни – это хорошо. Но вот, как теперь уверенно говорит и Настя, нужно не забывать о защитной экипировке. А уж пренебрегать ей однозначно не стоит. Влад свое ранение считает не таким уж и серьезным. 11-летний непоседа с нетерпением дожидается выписки, каждый день задавая врачам один и тот же вопрос. Множество травм ребята получают по собственной невнимательности. Заполучив гипс, уверяют, чего лучше не делать и как нужно кататься, им теперь уж точно известно. Врачи-травматологи говорят, что страдают не только непоседливые школьники, но и детсадовцы. И уж тут в причинах врачи уверены. Чаще всего это тогда, когда непосредственно маленькие дети до школьного возраста остаются одни без присмотра. Например, к чему это может привести? Например, диван стоит возле окна. Ребенок спокойно может залезть на диван и спокойно может достать ручку окна. В принципе, с этой ситуацией может быть плачевный исход. Когда дети при родителях катаются на роликах без защитных средств. Родители, если будут совместно с детьми, тут же бегать в футбол, кататься на велосипедах. Но при этом сами надевать защитные средства точно так же будет выполнять ребенок. И это войдет в привычку. Навсегда надо забыть, чтобы ребенок находился у огня, когда вы варите варенье, когда вы пьете чай совместно с ребенком, кофе и так дальше. Для ребенка должно быть безопасное место. Улично-бытовой травматизм самый распространенный. И причина его в большинстве случаев – недосмотр взрослых. Оксана Румянцева уверена, что если родители будут более внимательны, большинство трагедий можно избежать. Следить за открытыми окнами, балконами и непрочно установленными на них москитными сетками. Не отпускать гулять в темное время суток. Объяснять правила поведения на проезжей части. И вообще не оставлять детей надолго без присмотра. Соблюдение таких простых правил, говорят врачи, позволит сохранить и здоровье детей, и собственные нервы. Современные виды этих паркура и все остальное, они тоже, конечно, способствуют, не в меньшей степени. Но они же уже тоже своими защитными надколенниками, локотниками пользуются, и поэтому это тоже уже помогает. Я думаю, что в большей степени все-таки помогают наши беседы с родителями. И в том числе то, что родители сами уже понимают, в каких ситуациях, как беречь детей, как провести профилактические. Они сами проводят беседы после того, как мы с ними проводим беседу. Как утверждают врачи, за последние 10 лет обращений по поводу детского травматизма существенно убавилось. Значительному результату в первую очередь способствуют профилактические мероприятия по предупреждению детского травматизма, которые активно проводятся работниками больницы как для самих детей, так и для их родителей.